Ассаламу алейкум друзья! Вас приветствует канал Чечен Синдром. Это было осенью 26 сентября 1964 года в селе Курчалой, когда он был еще центром Шалинского района. Был обычный осенний день, когда по привычке, в свои 17 лет уже слывший в селе опытным охотником, Данил Бек Ахматов собрался на охоту. Он был единственным сыном в семье и продолжателем рода Ахматовых. Данил Бек рано потерял родителей. Отец умер еще в Киргизии во время депортации, когда он был совсем маленьким, а после возвращения на историческую родину умерла мать, и они с сестренкой остались круглыми сиротами. Мальчик, как свойственно всем чеченцам, рано увлекся оружием и охотой, любил пострелять из ружья, за что получал всегда от дяди суровый выговор. От него прятали оружие, но, как бы там ни было, наш герой умудрялся организовать себе удовольствие и продолжал охотиться. К его 15-й годам, все взрослые родственники смирились с его ярым увлечением, и даже сами порой любили рассказывать о его охотничьих приключениях. Ва! Данил Бек! крикнул Анзер, подойдя к соседним воротам, где проживала его друг. Ва! Услышал он в ответ голос удивленного Данил Бека, в такую рань. Что-то на тебя не похоже. А я вот собираюсь не спеша, время-то терпит. Да, как договаривались, я готов, ответил Анзер, поправляя ружье на плече. Данил Бек оценивающе осмотрел друга с ног до головы, еду прихватил какую-нибудь. Идти далеко, наверняка задержимся, я кое-чем припаса. Засуетился он, приглашая друга в дом. Да не волнуйся, все нормально, нам с тобой хватит, ответил Анзер, проходя во двор. У меня вся надежда на тебя, Данил Бек, ты охотник со стажем, с детских лет с берданкой ходишь, так что смотри не промахнись, глядя на тебя, и я наловчусь метко стрелять, хотя считаю, что тоже неплохо стреляю, разговорился Анзер. Данил Бек оценил юмор, ладно прибедняться, взял в руки ружье, значит, уже охотник, да и не в первый ты на охоте, какую-нибудь дичь да уложим. А куда пойдем? Ча-киуча, похоже, нам не обойти, какой бы дорога ни пошли. Ты слышал, что на этих болотах сармака огромного люди видели, говорят, эти лята стали, пропадать, которые на водопой к речке ходят, и, что приезжала милиция и обстреливала болота из автоматов, забеспокоился вдруг Анзер. Да слышал я, но что-то не верится в эти басни. Какой дракон в наше время? Я не первый раз на охоте в этих болотах, но ничего не видел и не замечал, отмахнулся Данил Бек. Если увидим, то подстрелим твоего сармака, от нас не уйдет. Ну да, легко сказать, посерьезнее Ланзер. Ты говоришь так, как будто речь идет о какой-то гадюке, а ведь ходят слухи, что теленка проглотил. В любом случае мы в болото не полезем, от греха подальше, бодрился юноша. Как скажешь. Если что, то убежать, надеюсь, успеем, согласился друг. Какое-то время обошли молча, каждый думал о своем. Идти нужно было километра три, по дороге к Курчалой, Гудермес. Дорога грейдерная, изредка, но проезжала по ней машина, после которой столбы и пыли окутывали все вокруг, хоть противогаз надевай, дышать было нечем. Юноши решили свернуть с большака на проселочную дорогу, что вела к болотам вдоль реки Игумс. Об опасности они старались не думать, зато там не то что машину, путник редко встретишь. Вокруг неимоверная красота, горы тянутся вдалеке цепью, кругом столько зелени, едва тронутой красками осени. Ну, просто слов нет, какая красота разлита в природе. Погруженные каждый в свои мысли, юные охотники не заметили, как пришли к болотам. Данил Бек ловким движением скинул с плеча свое пятизарядное ружье, мечта любого охотника того времени. То же самое сделал и Анзар со своей двустволкой, которую тайком взял на прокат у отца, за что еще ожидался нагоняй. Ходили долго вдоль болота, но ничего обнаружить им так и не удалось. В это утро Муса Алхазуров встал раньше обычного, хотя надо было идти в школу, но это тягостное мероприятие он решил заменить трудовым временем, то есть привезти на брички воздров. Родители, как и все, хотели, конечно, видеть в своем отпрыске ученого мужа, но юный Муса готов был выполнять любые работы, лишь бы хоть и изредка увильнуть от школы. Отец обратился Муса к родителю. С твоего позволения я сегодня хочу привезти воздров, можно? Ну, раз собрался, чего уж, езжай, а в школу как? Или опять решил пропустить уроки? Ответил Хуту, который давно смирился с тем, что тяги к учебе у сына нет. Одно его утешало, что сын рос трудолюбивым и послушным, это тоже результат. Не лентяй все таки. Да не волнуйся, отец, наверстаю, все равно у нас сегодня уроков мало, приврал Муса, то ли в утешение родителю, то ли успокаивая себя. Муса, несмотря на свои 14 лет, со знанием дела запряг лошадь в телегу, собрал небольшой припас в дорогу и поехал за дровами в сторону болота Чакалча. День выдался ясным и теплым. Красота-то какая вокруг, здорово! Радовался Муса, глядя на спелые ягоды на кустах шиповника и боярышника. Кизил переспевает. Мушмула, конечно, будет попозже, но собирать тоже можно. Муса не заметил, как подъехал к месту заготовки дров. Сухие жерди кустарниковых деревьев, в основном фундуковый кустарник, здесь разрешали собирать на растопку. К полудню работа была закончена, бричка загружена, перекусил и можно ехать домой. Муса тронулся в обратный путь. Пустил коня по дороге вдоль болота. Широкая водяная гладь, покрытая зарослями камыша, манила своей красотой, но это была обманчивая картина, стоит только сунуться в воду, и ты заложник этой красоты. Странно, не впервые я здесь проезжаю, но ни разу не ощутил и не видел ничего подозрительного, о чем говорят люди. Будто здесь в болотах огромный дракон завелся, сармак, маленькую гадину видишь и то мурашки по телу, а это огромная махина, которая может проглотить целого теленка. Не дай бог встретит такое на пути, сразу можно потерять сознание и тебя проглотит, как какую-то мышь. Фу, и думать, а тем более, даже издали видеть не хочу. Ашхаду, Алла-Иллаха, и Лалах поспешно сотворил молитву Муса, которая всегда придает ему силы. О, не как наши, курчалойские, вроде на охоте, раз с ружьями. Муса обрадовался ребятам, увидев Данилбека с анзором. Ассалам алейкум, поздоровался мальчик, подъехав к ребятам, и как охота. Валейкум ассалам, Муса, ответил, как взрослому, Данилбек. Да что-то тихо, не могу понять, обычно в это время этих уток тут уйма, а сейчас попрятались куда-то. Давайте передохнем и перекусим, а то я так устал, что ноги уже не слушаются, предложил анзор. Данилбек не успел ответить, как, то ли от шума брички, то ли от громких разговоров, или еще от чего, но над болотом взлетели утки. Данилбек тут же ловко вскинул ружье, прицелился и выстрелил. Одна утка сорвалась вниз, прямо в болото. Попал, это уже хорошо, начало неплохое, подумал он и мысленно оценил расстояние в 30-50 метров, а то и больше, до того места, куда упала утка, надо доставать, тем более места тут неглубокие, кто пойдет, спросил он, хотя знал, что кроме него это никто не сделает. Данилбек, ты обойди и с того берега подойди, посоветовал ему Муса, знаток этих мест, тем более здесь в воде очень много пиявок и расстояние, метров 50, если не больше. По-моему, она упала у самого берега, но с той стороны, а для ориентира я здесь помашу тебе длинной палкой, на которую привяжу тряпочку. Да, ладно, так и быть, что тут эти вампиры пиявки. Отправился Данилбек в обход болота. Когда он подошел к нужному месту, на той стороне закричали ребята, размахивая палкой. Слов было не разобрать, но он понял, что нужно войти в воду. Да, что они так орут, чем дальше он уходил от берега, тем ребята истошнее кричали. О, Аллах, что это такое? Данилбек встал как вкопанный, прямо напротив, в двух метрах от него была огромная змея. Вот тебе и сармак, промелькнула в мыслях, в какие-то доли секунды нужно было решить, что делать. Змея была действительно огромная, над уровнем трясины метров два в высоту. В огромной пастью прямо на глазах охотника исчезла та самая утка, которую он искал. Теперь он следил за тем, как его дичь в утробе удава продвигалась до самого желудка волнообразными движениями. Данилбек замер, как вкопанный. Казалось, мозг отключился начисто, он не способен был сдвинуться с места. Удав, проглотив утку, стеклянными глазами впился в новую жертву. О, Аллах, что за зверь? Данилбек не мог определить, кто перед ним. Удав, питон, анаконда, дракон. Таких размеров. Откуда здесь, вкурчалая? Голова заработала, как АВМ. Тысяча мыслей пронеслось вихрем, и первое, на чем он остановился, стрелять. Вскинул ружье, но не успел прицелиться, как эта огромная ползучая махина рухнула и скрылась под толщей трясины, только кончик хвоста торчал на поверхности. Бежать к берегу, осенила верная мысль, и, не поворачиваясь спиной, юноша попятился к берегу, на всякий случай, держа на готове ружье. Вся поверхность трясины заходила ходуном, но Данилбек не понимал еще почему. Бежать, подсказывал внутренний голос, но вдруг ощущение страха стало исчезать и азарт охотника взял вверх. Пусть высунется хоть на миг, и дробь ее тут же настигнет, стал геройствовать юноша, отходя медленно к берегу. Но едва он отошел на пару метров, как вдруг огромная голова змеи вырвалась из трясины, и оказалась на том самом месте, где только что стоял хрупкий юноша. Какая точность расчетов передвижения и определения места своей жертвы, удивился Данилбек. Она точно чувствует себя хозяином этих владений. Пока охотник размышлял, змея одним ударом хвоста повалило его вместе с ружьем. Данилбек упал, но тут же вскочил, молниеносные движения подхватили ружье, но в руках оказался не приклад, а ствол. Опять вихрем закружились мысли. Нужно было нанести удар, но юноша не успел подумать, как это сделать точнее. Размахнулся и получил второй удар, отчего ружье отлетело на метр от него и уткнулось в трясину. Попытавшись достать ружье, он потянулся что есть сил, но многометровая гадина обвела его и стиснула в своем страшном объятии. Словно обвитый железным тросом, юноша терял силы, но заставлял работать мозги. Мысли путались, выхода не было, но он не мог заставить себя кричать о помощи. Какой же он мужчина? Девушки его засмеяли бы. Не хотелось быть трусом в глазах ребят, оставшихся на другом берегу. Надо было что-то делать, хотя бы попытаться дотянуться до ружья. Но как быть, когда обе руки, как в клещах? Тем временем огромная мерзкая тварь свистела и шипела над головой юноши. Из полураскрытой страшной пасти видны были большие клыки и длиннющий язык, который, то пропадал, то выбрасывался с неимоверной быстротой движения, чуть ли не цепляя голову жертвы. Данил Бек почувствовал некое расслабление, будто тиски разжались. Может, он не голоден и отпустит меня, мелькнула спасительная мысль. Он резким движением вырвал свою левую руку из кольца, чтобы хоть чем-то защититься от приближающейся к его лицу страшной пасти. В это время удав стиснул его резко и также резко ослабил. Из глаз юноши полетели искры, дыхание перехватило. Еще раз такие движения мне конец, подумал он. Он заметил, что тварь это мешает его рука, которую он держит с растопыренными пальцами над головой. Горячее дыхание, вырывавшееся из пасти, очень расслабляло. Да она специально так дышит прямо в лицо, будто гипнотизирует, подумал Данил Бек, мысли которого, перебирая варианты, никак не останавливались на каком-то одном спасительном решении. Правая рука была сильно прижата к телу, и вдруг его осенило, так ведь рука у него лежит на рукояти кинжала, висящего на поясе. Нужно попробовать вытащить его. Змея будто была в каком-то ожидании, она шипела и дышала на свою жертву, не делая никаких резких движений. Следующее ее действие было известно одному Всевышнему, может быть, она ждала, что он потеряет сознание. В таком томительном ожидании прошло еще какое-то время, которое казалось вечностью. Наконец, Данил Бек почувствовал очередное послабление, рука сильно жала рукоять кинжала, надо было рискнуть и вытащить резко руку вместе с кинжалом, чтобы нанести упреждающий удар. Это был большой риск, потому что при любом движении она могла его еще раз зажат так, как и в предыдущий раз, и это стало бы его концом. Он может потерять сознание, без всякого сомнения, понимал юноша. Бесмиля Хирахмани Рахим, произнес юноша про себя молитву и, улучшив момент, резко рванул руку с кинжалом и нанес первый удар. От глубокой раны и, видимо, от неожиданной боли, она резким движением выпустила жертву из объятия, раскрыв свое пружинистое тело. Данил Бек резко отскочил и нанес еще один сильный удар по телу. Но что это? Кинжал отскочил от тела, как отстали, не причинив никакого вреда змея. Второй удар также ничего не дал. Счет шел на секунды. Мысли отказывались подчиняться. Змея тоже, казалось, также что-то пыталась соображать. Она попыталась снова объять жертву, нанеся удар хвостом. Удар оказался чувствительным, но так как был ожидаемым юношей, то ему удалось смягчить его прыжком в сторону по ходу удара и нанести еще одну рану. Если не получился удар лезвием кинжала, то нужно наносить колотые раны. Есть второй, третий удар, еще удар. Махина чуть-чуть смякла и попыталась нанести ответный удар жертве всем своим корпусом и главное головой вперед. Так, обычно, бодается бычок, едва вставший на ноги. Для удара она выпрямлялась вверх на полметра и в метре над головой Данил Бека, но не тут-то было, он уже ловко уклонялся от этих ударов, хотя кое-какие достигали цели, но ощутимый урон герою не наносили, а он тем временем каждый раз наносил кинжальную рану. Кругом все было в крови. Бой продолжался на воде, шаг за шагом Данил Бек отходил к суше и змея, вместе с тем, не унималась, не хотела так просто сдаваться. Было видно, что силы покидают гадину, но и сам юноша еле держался на ногах, невероятная слабость разливалась по всему телу. Главное было не свалиться, удержаться на ногах до последнего. отступая назад, он уперся, наконец, ногой в твердь, неужто вышел на берег? А нет, оглянулся, а это просто небольшой островок, но ближе к берегу. Змея наступала, удары наносить уже не могла, но ползла следом еле-еле, видно было из последних сил. На островке Данил Бек не смог одолеть слабость и упал, надо бы подняться, но тело не слушалось, хотелось спать. На небе ни единого облачка, как я хочу спать, а может, я умираю. Пронеслась в голове мысль, а жить так как хочется. Данил Бек лежал на островке, собираясь силами. Змея перестала преследовать, но еще подавала признаки жизни. Ее голова то поднималась над водой, то резко падала в воду, так, что брызги воды разлетались в разные стороны. Этот ужасный всплеск воды отдавался в голове у лежащего рядом охотника, как ударом лотка. Данил Бек из последних сил поднялся, посмотрел на свою распластанную в воде жертву, с трудом подошел к змее, схватил за голову и волоком вытащил ее на островок. Огромное тело оставалось в воде, не подавая признаков жизни. Юноша поднял высоко кинжал и проткнул голову змея насквозь так, что лезвие его сквозь голову вошло в землю. Это была победа. Я ее победил. Пронеслось в голове, как во сне, и он упал рядом. Силы оставили его, веки будто свинцом налились. Как я хочу спать, запомнились ему последние ощущения. Ему казалось, что он слышит людские голоса, может, мерещатся, или это действительно люди, а если да, то почему не бегут на помощь? С такими мыслями он отключился. На помощь героя бежали ребята, которые жили рядом на ферме. С высокого утеса они до сих пор наблюдали за этой чудовищной схваткой. Но, не зная, что можно предпринять, только истошно кричали на случай, если взрослые окажутся где-то рядом. Все, как они потом вспоминали, испугались, что Данил Бек обречен, и что стали наблюдавшие эту неравную борьбу из-за густого высокого камыша. До села было не добежать, они несколько раз возвращались к дороге, в надежде наткнуться на проезжающую машину. Но вокруг была мертвая тишина, и они спешили назад, пока из камышей периодически поднималась голова удава. Можно было надеяться на чудо, что друг их еще жив. Данил Бек открыл глаза, неужто живой, первое, что пришло в голову. Четко были слышны голоса людей, да это Муса с анзором, надо встать и идти. Он с трудом встал, огромная слабость по всему телу, ноги не хотели слушаться, еще раз посмотрел на уже мертвую хозяйку болота и пошел к ребятам. Мы думали тебе конец, не сводил мальчик восхищенных глаз героя, неужели убил? убил, еле слышно произнес Данил Бек. Он был весь в крови. Ребята стащили с него одежду и выстирав в реке на скорую руку, тут же надели на него. Давайте, залезайте в бричку, отвезу вас домой, не мог успокоиться Муса, ты теперь герой настоящий Данил Бек, мы тебе кричали, чтобы ты убежал, так как видели эту гадину, а ты нас не понял что и прямо в объятия пошел. Если честно, то мы не знали что и делать, уже хотели распрячь лошадь и скакать в село, чтобы звать людей, сам бы я в жизни не полез туда, не умолкал мальчик. Анзар всю дорогу молчал, будто дар речи потерял. Это потом он признается, что все происходящее было, как в сказке, в реальность происходящего верилось с трудом. Весть о том, что Данил Бек убил эту большую загадочную змею, молниеносно пронеслась по всему селу и вышла за ее пределы. Дядя Дарсянка не успевал принимать посетителей, желающих воочию услышать новость, но герою было не до этого. Данил Бек сильно заболел. Если слабость и тошнота еще не пугали никого, то с тем, что кожа стала облизать, даже врачи ничего не могли ни поделать, ни объяснить. Все почему-то думали, что дни Данил Бека сочтены. Но свою помощь предложила всем известная в округе целительница, ей не надо было объяснять, что эти своеобразные ожоги нанесены юноши дыханием змеи. Не было дома в селе, который не подключился бы к лечению своего героя. Отовсюду в дом Данил Бека люди носили сыворотку. Все помнит, как знахар коварила какие-то травы в этой молочной сыворотке, затем заполняла ей ванну, в которой ежедневно часами лежал больной. Дня через три-четыре приехали корреспонденты из районной газеты Коммунизм Анбайрак Знамя коммунизма, проехали на место схватки, нашли змею, вытащили из воды измерили, 7 метров 64 сантиметра. Тогда же журналисты взяли интервью героя, и в газете появилась статья о героической схватке человека с удавом. Так во всей республике узнали о подвиге курчалойца Данил Бека Ахматова. Газета с этой статьей должна быть в фондах библиотеки им Ленина в Москве. А Данил Бека ныне живет и здравствует в своем селе курчалой, но в память о его схватке с удавом за ним закрепилось как второе имя прозвище Сармак Бенарк убивший дракона. И если вы приедете в курчало и спросите где живет Данил Бек не забудьте добавить Сармак Бенарк иначе встреча с героем может не состояться. Друзья если вам понравилось не забудьте лайкнуть и если вам интересен канал подпишитесь на меня. Спасибо друзья и до новых встреч. Сармак